Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. WorldSkills открылся в Краснодаре. Нынешний финал национального чемпионата рабочих профессий стал самым масштабным в мире. В Сочи уже сейчас объявлена массовая борьба с амброзией. Об этом шла речь на планерном совещании главы города. В поселок Солоники пришел долгожданный газ. Голубое топливо там пустили накануне в торжественной обстановке. В Сочи снова соберут монеты, чтобы спасти ребенка. 20 мая стартует традиционная акция, чья-то жизнь уже не мелочь. Инфляция на Кубани снизилась, а доходы жителей выросли. Об этом говорили на большой краевой планерке. Провел ее губернатор Вениамин Кондратьев. В регионе впервые за два года удалось увеличить доходы населения. Но при этом все так же остаются проблемы с поступлением в казну НДФЛ. Подробности у наших краснодарских коллег. Вопросы экономики на краевой планерке уже стали традиционными. Не отходить от этого правила Вениамин Кондратьев решает и сегодня. Совещание глава региона начинает с подведения промежуточных итогов. Первое, на что обращают внимание, на Кубани снизилась инфляция и вырос показатель ВРП. А это не могло не отразиться на доходах населения. ВРП края за первый портал вырос на 3%. Мы прогнозировали его рост и ставили перед собой задачу на 1,8%. Как следствие, инфляцию в нашем крае мы снизили с 7,3% до 5%. И это тоже сегодня факт. Вот это есть умение зарабатывать. Когда каждый на своем месте делает все, чтобы заработать, то мы имеем общий вот такой результат. Вот такую с вами наполненную экономическую корзину нашего региона. Зарплата у кубанцев действительно растет. Пока незначительно, но уже есть уверенные тенденции к ее дальнейшему повышению, подтверждает вице-губернатор по вопросам финансовой политики. Хотел бы прокомментировать данные по реальным денежным доходам. Да, они выросли у нас всего на 0,5%. Это реальные денежные доходы. А среднемесячная заработная плата составила 28 тысяч рублей. Если это так, коллеги, нам нужно просто сохранить тогда темпы сегодняшнего и экономического роста до конца года, как минимум. И это будет вот эта вот самая социальная стабильность и политическая стабильность, и экономическая стабильность, о которой мы все время говорим. На краевой ВРП поработали практически во всех основных отраслях. Самые высокие темпы роста в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. При том, что по всей стране в этой сфере, напротив, отмечается спад. Но несмотря на такую позитивную картину, казна не добирает доходов по НДФЛ. Аутсайдерами стали сразу несколько районов. Глава региона по видеосвязи детально разбирается в каждом случае. В столице Кубани отставания от плана нет. Однако город использует еще далеко не все свои резервы, уверены специалисты. У нас все нормально по НДФЛ. У нас воплевого роста. 2% прироста, на наш взгляд, не совсем нормально. Плюс там недоимка, есть 475 миллионов рублей. Это в сопоставимых условиях. Поэтому здесь мы совместно должны работать над увеличением. То есть в столице, конечно, 2%, но прирост НДФЛ, на наш взгляд, не очень нормально. Коллеги, не за выполнение плана и назначения бюджета вам нужно сегодня отвечать. За жизнь нужно отвечать. Если есть максимальная возможность улучшить жизнь, горожан в том числе, давайте ее улучшим. Евгений Ильич, я уверен, и у вас такой же подход. Если есть максимальная возможность, давайте выжмем педаль газа до полика. Давайте лучше скорость наберем, а если что-то объективной причины, лучше чуть сбавим. На большой скорости будем идти. На доходы в бюджет может повлиять и угроза африканской чумы свиней. С начала этого года было зафиксировано 24 вспышки вируса и 9 из них в Крыму. Тем временем у соседей с другой стороны в Ростовской области сразу три очага птичьего гриппа. Производитель Евродон Юг скрыл факт падежа птицы от ветеринарных служб. Зараженная продукция попала на Кубань, но ее оперативно уничтожили. Распространение вирусов на территории края удалось предотвратить. У соседей зафиксированные у нас нет. Мы сегодня организовываем все мероприятия для того, чтобы не допустить распространения африканской чумы с определенных территорий. Птичий грипп тоже самое. Мне неинтересно, что скрыл вот этот Евродон Юг от ростовских ветеринаров наличие птичьего гриппа. Мне страшнее, что она попала на территорию нашего края. Ну, значит, делайте собственную экспертизу. Значит, останавливайте, находите регламенты, которые нам позволят себя защитить. Максимально граница должна быть на замке. Максимально. По поручению Вениамина Кондратьева в личных подсобных хозяйствах и фермах проведут внеплановые проверки. А реализацию всех задач, поставленных губернатором на планерке, возьмут под строгий контроль. Ведь от четкого выполнения всех принятых мер напрямую зависит экономическая безопасность региона. Мария Крошный, Денис Перец и Денис Мскаленко, Кубань, 24, Краснодар. На краевой планерке Вениамин Кондратьев отдельно поднял тему использования служебного транспорта. Стали известны случаи, когда чиновники разъезжали на машинах с госномерами в нерабочее время. Автомобилями некоторые пользовались в личных целях. При этом Вениамин Кондратьев напомнил, что все расходы на бензин и обслуживание оплачивались за счет бюджета. Это касается и коллег глав муниципальных образований, и коллеги всех здесь, сидящих за столом, и меня лично. Всех нас касается. Служебный автотранспорт только для выполнения служебных обязанностей. И никакие иные цели он использоваться не может. Вот прошу здесь понимания, и еще раз подчеркиваю, что будет жесткая ответственность. Управ делами администрации края Евгению Щепановскому, губернатор поручил провести тотальную проверку служебного транспорта и доложить обо всех нарушениях. Финал национального чемпионата рабочих профессий в Краснодарском крае стал самым масштабным фестивалем WorldSkills в мире. В Краснодар приехали студенты и школьники со всего мира. Около 1300 человек. Это победители региональных этапов битвы мастеров. Они сразятся на площадках более чем 100 специальностей. От повара до конструктора роботов. На официальном открытии чемпионата профессионального мастерства собравшийся поприветствовал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Самое современное оборудование представлено на этой площадке. Это друзья будущая нашей промышленности, сельского хозяйства. Да в целом это будущее экономики нашей страны. Но никакая даже самая современная машина не может работать без человеческих рук. Поэтому в прямом смысле этого слова в ваших руках будущее нашей страны. Друзья, вы уже победители, потому что приехали на финал национального чемпионата. Я, конечно, буду болеть за команду Краснодарского края. Но хочу пожелать всем, всем удачи и успехов. Финал национального чемпионата молодые профессионалы будет длиться неделю. В пятницу станут известны именно тех, кто войдет в состав национальной сборной и сможет представить страну на европейских и мировых первенствах. В этом году в честь российского флага наша команда будет отстаивать столицы Объединенных Арабских Эмиратов в Абудабе на чемпионате мира. Чтобы стать конкурентноспособным на рынке труда, необходимо овладеть минимум двумя специальностями. Об этом сегодня говорили на планерном заседании в рамках финала национального чемпионата рабочих профессий. Участие в дискуссии приняли вице-премьер России Ольга Голодец и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев заметил, что на Кубани существует нехватка подготовленных кадров в области агропромышленного комплекса и курортной отрасли. Для успешной экономики необходимо повышать престиж рабочих профессий. Сегодня молодежь снова должна поверить в то, что рабочий или просто специалист без даже высшего образования он очень востребован в реальном секторе экономики и высокооплачиваемый специалист. Вот в чем вопрос. А сегодня как бы то традиционное мнение о том, что диплом о высшем образовании позволяет тебе решить все проблемы в жизни, конечно, еще устойчиво. Поэтому мы должны развернуть эту психологию. И диплом профессионального технического училища, диплом колледжа позволяет тебе в жизни быть устойчивым и успешным. Вот что очень важно сегодня. Молодежь должна снова поверить в то, что быть поваром, быть механизатором, быть водителем трактора, быть водителем комбайна – это тоже престижно. Современный рынок труда быстро трансформируется, и специалистам всех возрастов важно адаптироваться к новым условиям. Говорили и о том, что в России необходимо развивать систему непрерывного образования для тех, кому за 30. В Сочи уже сейчас объявлена массовая борьба с амброзией. Об этом стало известно на планерном совещании, которое сегодня провел глава города Анатолий Пахомов. Он отметил необходимость уничтожения сорняка, который вызывает массовые аллергические реакции. Глава города поставил четкую задачу не дожидаться цветения сорняка, а это начало августа именно сейчас, когда идет интенсивное развитие корневой системы, начать обработку. Главная претензия – к сельхозпредприятиям, которые неправильно борются с амброзией. Да вы не знаете просто-напросто даже, что в августе месяце уже бесполезно с амброзией бороться. Ее уже не надо бороться. Это называется мышиная возня, то есть подрезаем. Как же вы учились? В августе месяце мы в очагах работали. Каким очагам? Вы должны отработать так, чтобы их просто не было до начала. Их надо обрабатывать. Эффективный метод уничтожения амброзии – удаление ее с корнем. А также борьба с помощью химических препаратов, разрешенных к применению на территории нашей страны. Если в былые годы амброзии в Сочи практически не было, сейчас ситуация иная. В прошлом году было обнаружено только в Дагомызе 72 участка с амброзией. Сегодня амброзия растет не только на полях, но и на селенных пунктах. В частности, на окончании дорог, на строительных площадках, на густырях. Вперед цветения вызывает массовые аллергические заболевания. Вновь речь на планерном совещании зашла и о чистоте моря. Активный курортный сезон на подходе. И со дня на день начнется массовый заезд туристов. Мы говорим об одном, четко и понятном, что в море стоков, фекальных не должно быть. И это ответственность водоканала. То есть той организации, которая эксплуатирует наше имущество. Вы выдавали или ваши предшественники технические условия на получение воды. И вы выдавали технические условия на водоотведение. Правильно? Но объекты-нарушители, которые не подключились к центральной канализации, в Сочи еще есть. До них, другими словами, контролирующие структуры даже не дошли. А там, где люди сами проявляют инициативу, идут в водоканал, ее, как говорится, рубят на корню. Люди обратились к вам с просьбой выдать технические условия. Что им было сказано? Заплатите 4,5 миллиона. Я вас очень попрошу, прекратите этот день. Вот это и тормозит нашу работу. Вот это и тормозит нашу работу. Вам обращаются за канализованием, вы начинаете навязывать дополнительные мероприятия. А в разговорах большие отчеты и цифры о модернизации водопроводных сетей. Они заявили о том, что у замминистра ЖКХ на 3,5 миллиарда выдано инвестиции. На сегодняшний момент перед водоканалом поставлен вопрос о том, чтобы были представлены все это имущество на 3,5 миллиарда. Представлен пока некий график до конца года, они должны нам начинать сгружать. Пока 3,5 миллиардов мы не увидели. Как говорят, нужно заказать еще дополнительное изготовление документации и оценки. У нас, если мне не изменяет память, на прошлой неделе СБАЛ, у нас 170 миллионов они документацию представили. Актуален и вопрос подготовки к сезону пляжной полосы. Она вся муниципальная, за исключением федеральных зон, где расположены ведомственные санатории. Речь шла и об активизации работ нового парка в микрорайоне Макаренко, который струится к 80-летию образования Краснодарского края. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. В поселок Солоники Лазаревского района пришел долгожданный газ. Голубое топливо там пустили накануне в торжественной обстановке. Как голубое топливо изменит быт местных жителей, каковы планы городских властей по газификации Лазаревского района, расскажем в нашем следующем материале. Народные песни, воздушные шары и приподнятое настроение. Пуск газа в поселке Солоники стал настоящим праздником для местных жителей. И это несмотря на ненастную погоду и проливной дождь. Это радость, это счастье, это новая жизнь, правда. Местные жители не скрывают эмоции. Этот день войдет в историю Солоников, говорят селяне. Обогрев дровами, соляркой и сплит-системами остался в прошлом. Настоящие – это более 14 километров газопровода, который обеспечил голубым топливом поселки Солоники и Мирный. Анатолий Пахомов вместе с главой района и депутатами зажигает символический факел. Газ запущен. Жители уже могут подключаться к долгожданному источнику тепла и уюта. Вместе с администрацией города, с депутатским корпусом депутатов городского собрания и с депутатами законодательного собрания Краснородского края, тоже кем я являюсь, мы этот проект в течение пяти лет реализовали, который лежал на Полкино на более 20 лет. На сегодняшний день подали заявки 140 человек, получили из них технические условия уже 40. На сегодняшний день 10 где-то мы сегодня можем подключать. Я думаю, что теперь вам точно уже не нужен электрический чайник. Это мы вам дарим. Обычный. Подарок от главы города семье Чайлян. Они одни из первых в Солоняках подключились к газу. Чем только они отапливались и углем, и дровами, и соляркой, я буду быстро готовить кушать. Ну и будет очень тепло, когда хотим, тогда и греемся. Гостеприимная хозяйка угощает гостей горячим чаем за столом. Разговор о дальнейших планах по газификации Лазаревского района. Надеюсь, что теперь все до единого дома солоняков подключатся к газу и тем самым улучшат и свою жизнь. И, конечно, создадут более благоприятные условия для наших гостей, которых будет немало уже в сезон 2017 года летом. Это дело очень нужное для нашего города. И мы очень гордимся тем, что в 2009 году, когда я пришел, было 56% газификации Большого Сочи, а сегодня у нас уже за 90%. Например, в Адлерском районе из почти 8 тысяч частных домов, к которым подведем новый газопровод, уже подключились более тысячи абонентов. Еще более 5,5 тысяч получили техусловия. Ну а местные власти и депутаты сделали все возможное, чтобы максимально упростить процедуру подключения к сетям. Сейчас в разработке проекты газификации Севера Лазаревки, Аше, Совет Кваджа и Медово-Щели. На очереди и Богушевка в Хостинском районе. Деньги на эти цели будут заложены в бюджете следующего года. А это значит, что уют и тепло придет в дома еще нескольких тысяч сочинцев. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Объявлен конкурс рисунка для почтовой марки ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов. По эскизам победителей планируется выпустить марки, художественные конверты и открытку. К участию допускаются граждане России в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурсные работы принимаются до 20 июня. Победителем станет автор рисунка, соответствующего жанру почтовой миниатюры, наиболее полно раскрывающего тему конкурса и имеющего высокий художественный уровень. По итогам конкурса победители получат право участия в фестивале молодежи. Подробности на официальном сайте фестиваля www.russia2017.com. Девизом сборной России по футболу на Кубке Конфедерации 2017 станет фраза «Будь верен своей команде». Об этом сообщает официальный сайт Международной Федерации Футбола. Кубок Конфедерации пройдет с 17 июня по 2 июля на четырех аренах в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. На официальном сайте FIFA закончилось голосование по выбору девиза для каждой команды участницы турнира, которое было запущено 18 апреля. Фраза, ставшая девизом российской сборной «Будь верен своей команде» победила в голосовании два других варианта. Вот такие. Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты. И Россия только вперед. Мы в тебя верим. Победа нас ждет. В Сочи снова соберут мелочь, чтобы спасти ребенка. 20 мая стартует уже традиционная для курорта акция, чья-то жизнь уже не мелочь. Почти у каждого дома есть коробочка или баночка, в которую все члены семьи скидывают завалявшуюся в карманах и кошельках мелочь. Во время проведения акции в городах работают пункты приема мелочи, куда каждый желающий может принести и сдать монеты. Этой весной благотворительный фонд «Линия жизни» и все желающие вместе с ним будут помогать 17-летней Екатерине Гавриловой. У девочки тяжелая деформация позвоночника, нейромышечный кифоскалиоз четвертой степени. Пункты приема мелочи будут работать в бывшем переговорном пункте Новоровского и в торгово-развлекательном центре «Море-мол». Адреские чтения в Сочи посвятят столетию Великой русской революции. Конференция пройдет с 26 по 30 мая. Она будет посвящена историческим урокам революции в свете проблем национальной безопасности России и вызовов современности. Организаторы конференции – администрация Краснодарского края, законодательное собрание края, российское общество знаний и краевые вузы. Заявки на участие в конференции прислали не только российские ученые из 29 городов, но и из зарубежья. Это представители пяти государств – республик Армения, Абхазия, Беларусь, Болгария и Сербия. Всего же на участие в конференции историками, политологами, социологами, среди которых более 35 докторов наук и 45 кандидатов наук было подано свыше 130 заявок. В новый сборник вошли отобранные редколлегией 59 статей. С электронными версиями этого и предыдущих сборников статей адлерских чтений можно ознакомиться в электронной библиотеке. «Море пива» снова в Сочи. 26-й международный форум открылся сегодня в гранд-отеле «Жемчужина». Организатором пенного фестиваля традиционно выступает компания «Соут» сочинские выставки. Форум пива в Сочи – единственное специализированное мероприятие, проходящее в нашей стране. Уже в 26-й раз выставочный центр гранд-отеля «Жемчужина» становится местом встречи ведущих предприятий пивоваренной отрасли. Свою продукцию на этот раз представили больше 200 компаний из 40 стран. Это и пивоваренные заводы, которые привозят сюда на международный конкурс свои новейшие образцы, а также для дегустации и для презентации. Новинки пива, то, что еще никто никогда не видел и не пробовал. Также безалкогольные напитки. Здесь присутствуют производители оборудования, производители сырья, тары, упаковки, этикетки. То есть полный цикл пивоваренной отрасли здесь, сегодня в городе Сочи. Фестивали «Форум пива» – это не только торговые ряды, дегустации, но и насыщенная деловая программа. Ведущие научные институты и эксперты расскажут об инновационных технологиях и дадут профессиональные рекомендации. Лидирующие компании поделятся опытом в области производства и маркетинга, а ключевые профильные союзы и представители бизнеса обсудят актуальные вопросы регулирования отрасли. По работам выставки должна стать для нас той отправной точкой, с которой мы можем дальше двигаться в изменении законодательства. Мы полагаем, что к концу года нам необходимо подготовить отдельный участок федерального закона и в этом направлении двигаться. А всем участникам выставки я желаю благотворной работы, хорошей дела программы. Что же касается посетителей, то у них есть отличная возможность попробовать и оценить эксклюзивные купажи и приобрести напитки по своему вкусу, а также принять участие в развлекательной программе с розыгрышем приятных подарков от предприятий. Форум и фестиваль пива в Сочи продлится до 19 мая. Время работы выставки с 10 до 18 часов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. У сочинцев на выставке в Жемчужине есть уникальная возможность попробовать ассортимент гусь-хрустального завода из Владимирской области. Продукция, названная в честь основателей города гусь-хрустальный, купцов Мальцовых, неоднократно отмечена золотыми и серебряными медалями. Дважды присуждался гран-при за качество пенного напитка. Всего в ассортименте завода 5 сортов светлого, темного и карамельного солода. В производстве используется натуральное и высококачественное сырье. Строго соблюдаются все классические технологии. Гусь-хрустальный завод производит целую линейку напитков. Это, ко всему прочему, и лимонады, квасы, минеральная вода. Десять видов лимонадов, один из которых производится с использованием натурального сахара, без красителей и консервантов. Мы рады приветствовать всех наших будущих партнеров. Готовы работать по договору прямых поставок, так как все хотят сейчас работать напрямую с дистрибьютором. У нас лояльные условия для всех. Попробовать продукцию завода гусь-хрустальный можно, посетив выставочную экспозицию международного форума «Пиво» в Сочи. Павильон расположен рядом со сценой фестиваля. Свою продукцию на фестивале «Море пива» представил и Кропоткинский пивоваренный завод. Это одно из самых современных предприятий на юге России по производству пенного напитка. В приготовлении своей хмельной продукции Кропоткинский пивоваренный завод использует современное варочное оборудование и натуральное сырье, сохраняя добрые традиции пивоварения. Используется купаж российского, чешского и белорусского солода. В ассортименте 13 сортов светлого и темного живого напитка, приготовленного по собственным рецептам. Собственник Михаил Дмитриевич Хоменков – это его хобби, его увлечение. Он вложил очень много туда всего, причем не только с какой-то коммерческой точки зрения, но и с точки зрения духовности, потому что он очень любит это дело, очень много посещает всяких выставок, конференций, всегда приводит интересные идеи и для пива, и для купажа. Очень много у нас иностранцев посещает наш пивозавод, налаживают какие-то там особенности, то, чего нет на других заводах. Уже второй год Кропоткинский завод уверенно завоевывает рынок не только на территории Краснодарского края, но и разных регионов России. Продукцию можно найти и на полках сочинских магазинов. Есть возможность заключения договоров прямых поставок. Павильон Кропоткинского пивоваренного завода находится в центральной части выставочной экспозиции в гранд-отеле «Жемчужина». Свою продукцию на выставке представила и сочинская компания. Дагомысская крафтовая пивоварня существует с 2014 года, но уже успела завоевать себе множество постоянных клиентов и наладить работу с крупными партнерами. В ассортименте 10 сортов хмельного напитка. Тут и классическая немецкая рецептура, и модные сегодня крафтовые виды. Главное правило – использование исключительно четырех ингредиентов – воды, солода, хмеля и дрожжей. Используется немецкое оборудование. Все ингредиенты, за исключением воды, у нас закупаются в Германии. Мы сотрудничаем со множеством кафе и ресторанов по городу Сочи. Также наше пиво вы можете увидеть в наших магазинах. Для всех желающих Дагомысская крафтовая пивоварня также организует экскурсии на свое предприятие и предлагает продегустировать продукцию. Находится компания в Дагомысе на улице Российская, 7-1. Ну и в завершении программы информация от партнеров. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте. fkt.com На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.